Нравится мне этот цвет. Продолжаю подготовку по материальной части к измерениям. Здесь вот проточная автоматическая система, которая до нескольких раз в час, в принципе, может забирать пробу из реактора, направлять её вот сюда в прибор. Здесь два прибора. Спектрофотометр, который определяет спектр поглощения. Это, соответственно, зависимость красной кривой. Интенсивность поглощения длины волны света. Здесь длина волны. Эти пики соответствуют полосам поглощения хлорофилов, разных хлорофилов, хлорофилов B, картиноидов полоса. В общем, это всё используется как такой надёжный способ. Вот насос проснулся. Надёжный способ контроля за содержанием клеток в реакторе, за концентрацией. Чем больше клеток, тем больше хлорофилла и других пигментов, тем больше выше высота этих линий будет. Вот здесь, например, уже часы культивирования построены. 10 часов, ну и так далее. Тут где-то полтора дня изображено. Вот видно, как по экспоненте в первые часы там растёт содержание хлорофила. Ну так одноклеточные микроагронизмы растут в условиях, когда нет никакого лимитирования, экспоненциальный рост. Ну и дальше, как правило, всё это не так радужно становится. Число клеток нарастает, они начинают затенять себя, мешают распространению света. Также они потребляют углекислый газ, который поступает из воздуха вот здесь. И рано или поздно этой концентрации начинает не хватать, нужно подкармливать. Ну и, в общем, сейчас я занят тем, что поменял фотореактор. У меня был литровый маленький, для него я всё как бы чувствую уже на уровне интуиции. А на новом реакторе изменяются условия освещения, перемешивания, пробулькивания. Всё это меняет соотношение между скоростью роста, между тем моментом времени, когда культура растёт по экспоненте, когда она начинает испытывать дефицит СО2, дефицит освещения. В общем, всё это как-то по-новому. И я сейчас такие предварительные опыты провожу, которые позволяют как-то мне прочувствовать этот новый фотобиореактор, понять, при какой интенсивности света достигается максимальная скорость роста, в какой момент времени клеткам не хватает. Вот здесь это всё в таком едином опыте сделано. Это увеличение содержания хлорофила. Вот здесь участок такой при малой интенсивности света по экспоненте растёт. Потом я увеличил где-то в два раза интенсивность света. Вот скорость увеличения концентрации хлорофила увеличилась. Потом свет отключил. Тут у меня небольшая авария была. Но просто он не горел здесь. Вот видно, что клетки не растут. Потом свет починил. Снова продолжается с тем же тангенцем нарастание. Из-за того, что культура из экспоненциального участка перешла на такой линейный участок, я уже понимаю, что клеткам чего-то уже не хватает. Либо света, либо поступление СО2 в единицу времени. Вот отключил, например, подкормку СО2. Я тут покармливаю. У меня есть такая система, которая в уксус с определённой скоростью, здесь перистальтический насос, подаёт в соду. Там это всё смешивается. И углекислый газ поступает с известной мне скоростью в реактор. Вот я эту систему генерации СО2 отключил. И через несколько часов вижу, что у меня кривая переломилась сюда. Это значит, что СО2 может тоже не хватать в этих условиях. Сейчас вот я включил СО2 обратно, буду смотреть, что дальше происходит. Ну, то есть, такие прикидочные опыты. В принципе, за несколько дней уже можно понять, при какой интенсивности оптимально будет выращивать. Нужно ли подкармливать. А если подкармливать СО2, то с какой скоростью. Потому что, ну, избыток-то зачем. Избыток тоже сильно большой не нужен, чтобы не транжирить уксус и соду лишнего. Вот, а вообще, задача-то такая, чтобы понять, как ростовые параметры водорослей связаны с сигналами флуоресценции, которые они излучают. Для этого, в принципе, есть вот такие установочки, которыми можно измерять прямо через стенку реактора. Вот, и если мы поймем, как эти сигналы связаны с ростом водорослей, то лучше станем управлять этим процессом. Например, в системах очистки источных вод это можно применять, можно это применять для выращивания биомассы клеток, когда в них что-нибудь ценное содержится. Ну, вот такого рода. И в океанологии там тоже. Там, хотя клетки и никогда не вырастают в таких больших концентрациях, в океане их там в десятки, а то и сотни тысяч раз меньше. Но, тем не менее, эти же самые сигналы флуоресценции, если мы знаем, как они связаны с продукцией клеток, то мы можем, придя в некую точку моря, понять, вообще клеткам там хорошо или не очень, с какой скоростью они потребляют СО2, какая здесь будет продукция, сколько органики в этой точке океана в единицу времени нарабатывается. Здесь еще есть промывочный раствор, потому что после измерений, когда уже там измеренный спектр поглощения и флуоресценции, проба обратно возвращается в реактор и промывается. Раствором здесь не просто чистая вода, здесь еще добавлена белизна, такой небольшой крепости раствор гипохлорита натрия. С его помощью прочищается кювета, потому что эти водоросли в такой высокой концентрации, они обязательно как-то закрепляются на стенках проточной кюветы, и вот чтобы эти водоросли смывать и отбеливать, нужно добавлять немножко белизны. Ну вот, как-то еще измерение полностью не прошло, видно, что периодически включается насос. Вот, кстати, здесь блок питания, который питает лампы, здесь собран небольшой диммер, подается частотная модуляция, которая скважностью управляет интенсивностью свечения светодиодных лент, но это позволяет без практически потерь энергии регулировать линейно в широком диапазоне интенсивность облучения. Это такая категория опытов интересная, это когда компьютер, измерив сигнал флуоресценции, сам принимает решение о том, сколько света клетки могут в данный конкретный момент усвоить, и либо повышает интенсивность облучения, либо понижает, в общем, сама подстраивает интенсивность освещения в реакторе под те физиологические возможности, которыми на данный момент обладают клетки водорослей при сочетании температуры, углекислого газа и самой концентрации этих клеток. Вот система сама автоматически этот оптимум нащупывает. Но я это делал давно еще на маленьком реакторе, на большом все это будет по-другому. Я сейчас понял, что интенсивности света мне явно будет не хватать, когда культура еще позеленеет. Ну и там регулировать нечего, собственно. Какую высокую интенсивность света не дай, все равно клеткам мало, они все равно могут сожрать еще больше. Поэтому вот очередной этап модернизации, это будет замена источника света на более мощность, чтобы у меня появился какой-то запас двух-трехкратный на перегрузку. И тогда можно к этим опытам снова вернуться. Уже в этом большом реакторе здесь 5 литров. Вот собирал тут подогрев такой на 36 градусов. По-моему, я уже снимал. Так-то все работает. Это значит то, как во времени культивирования изменяет содержание хлорофилок, артиноидов. Ну и тут еще вспомогательные некоторые графики. Есть еще графики по изменению некоторых параметров флуоресценции. Вот сигнал флуоресценции, он выглядит в виде такой осциллограммы. Это время интенсивного облучения здесь в районе 1 секунды. Ну и сигнал флуоресценции хлорофилла вот так сложно меняется. Мы знаем, по каким причинам это все меняется, но учимся тому, как этими сигналами пользоваться на практике, чтобы оптимизировать процесс выращивания. Либо строить какие-то прогнозы по поводу того, как быстро и насколько продолжительно культура будет расти. Культура, либо естественный фитопланктон. Но для этого это все делается. Вот сейчас, наверное, уже конец идет. А вот уже промывка пошла. Раз в час я сделал. В принципе, так часто даже не нужно. Раз в три часа можно мерить. И вот все время между измерениями желательно, чтобы кювета была заполнена чистой водой. Иначе она будет обрастать. Это я тоже по сигналам вижу, если на стенках кювета какая-то жизнь. Сейчас я точно вижу, что ее там нет. Вот у меня сигнал флуоресценции от пустой кюветы. Нет разницы между началом сигнала и концом сигнала. Вот этот фоновый сигнальчик. Он не равен нулю, но в его структуре совершенно нет ничего похожего на нарастание. Это такой горизонтальный сигнал. Он говорит о том, что эти остаточные количества пигментов, если они есть, то они не соответствуют никакой жизни. А вообще это свечение просто самого стекла. А живые образцы, они дают вот такое интенсивное нарастание с перегибами, с определенными. Вот здесь первый, второй, третий. Это логарифмический масштаб времени. Ну и так вот мы отличаем живое от неживого. Ну и какие промежуточные варианты, понятно, что они бывают. Когда в культуре не останется элементов минерального питания, обязательно что-то с этими сигналами начнет происходить. Они вот так будут сжиматься, стремиться вот к этой горизонтальной линии. Ну и когда клетки сдохнут совсем, это будет почти горизонтальная линия. Ну, нам важно, что это все численно можно обрабатывать. Не просто качественно, а именно в числах наука без измерений невозможна. Естественная.